30-этажный небоскреб, лежащий на боку, и шестиэтажный дом в высоту. Эта махина приковывает взгляд каждого посетителя паркового комплекса истории техники имени Сахарова. Подводная лодка, словно темный кит, выброшенный на берег, много лет искушала интригами забора. Теперь двери открыты. Репортер вместе с группой проходит на экскурсию. Перед началом предупреждают, готовьтесь в лодке, может быть душно с собой, предлагают взять воду. На входе вешалка с необходимым атрибутом туристического маршрута, без него дальше не пускают. Потому что есть места, узкие проходы, низкие подволок на подводной лодке. Для целях безопасности обязательно все участники экскурсии одевают каски. Проект 641Б «Сом» советская дизель-электрическая подводная лодка, одна из 18 своих сестер, предназначена для ведения боевых действий на океанских коммуникациях и у пунктов базирования сил противников. В ее задачу входило уничтожение надводных кораблей, ведение оперативной разведки, прикрытие своих конвоев и осуществление минных постановок. Кроме шести торпедных аппаратов, а калибр их был 533 мм, здесь еще был базимый боекомплект, и торпеды устанавливались на специальные стеллажи, которые называются ложементами. В мае 1979 года лодка Б-307 получает жизнь на судостроительном заводе в Нижнем Новгороде. Субмарину строят в кратчайшие сроки. Меньше чем за год она становится единицей Северного флота. Через специальные люки подводники проходили следующим образом. Правой рукой держимся за кремольерную ручку, левой ногой перешагиваем и только потом проходит все тело. Подводникам на переход нужна была всего одна секунда. 80 суток работы в автономном режиме. На борту 78 человек. Кухня здесь готовили навесики. Паш, заходим в каюту подводников. Это люксовый номер для самого уважаемого человека на борту. Командир жил в этой каюте один. Право на местные каюты на нашей подводной лодке имели только три человека. Командир лодки, старпом, старший помощник и судовой врач. В этом кресле сидел капитан, а эта пестрая обивка успела прославиться на всю страну. В подводной лодке снимали один из отечественных фильмов. Но какой экскурсоводы обещают рассказать лично. Но все же на главный вопрос специалисты музея отвечают в качестве исключения. В Тольятти лодка попала из Кронштадта. После списания ее выкупили по цене металлолома. И начался ее самый долгий поход. 22 водных шлюза. А вот до экспозиционного места ее тащили волоком по земле с помощью специальной системы полиспастов. Через каждые 30 метров 9 ям выкапывается, устанавливается якоря, все зацепляется. 30 метров подтянули и так же, так же, так же дальше. Поэтому по времени с ноября по апрель. 22 апреля она стала здесь, на это место. Руслан Губайдулин – местная легенда. Он работает в музее со дня его основания. Именно он возглавлял работы по доставке подводной лодки. И до сих пор уверен, это самый интересный проект в его жизни. Полгода титанических усилий. Подлодку едва не унесло течением. Она замерзала во льдах. Субмарину выпиливали и вытягивали. И это только часть истории. Да, конечно, очень интересно было. Я понравился. Мне тоже понравилось. Было очень круто. Это мой первый раз здесь. Очень большой, удивительный. Самое интересное, я была удивлена, увидев ванную, туалет на подводной лодке. Не ожидала. Мне понравилось вот. Лестницы всякие здесь. Экскурсоводы тактично просят не раскрывать секреты. Все самое интересное останется за кадром после военной службы. Она продолжает хранить все тайны.